Добро пожаловать в женский квартал Мне кажется, я это слышу даже чаще, чем «А где сиськи?» Серьезно, причем слышу отовсюду, от мамы, от подруг Скоро, наверное, буду стоять в супермаркете на кассе, и кассир мне «Пакет нужен? Нет? А мужик, вижу, нужен!» Причем я не знаю, знали ли вы, что некоторые девушки нарочно наносят кольцо на безымянном пальце, чтобы к ним не приставали Видимо, чтобы к ним не приставали другие девушки с вот этим вот советиком Ну просто вы замечали, вот, для того, чтобы мужчине услышать фразу, типа, «Жениться тебе нужно», надо такую дичь отчебучить Вот прям что-то такое дикое, типа, спалить квартиру по пьяни, да? Или там проиграть в карты ногу Девушке для того, чтобы услышать мужика тебе надо, надо просто быть Вот мне мама говорит, «Ира, как так? Ты такая красивая, успешная, молодая и без мужчины» «Мама, так может, потому я и молодая и успешная?» У меня и так нормально Ну, реально, кому нужен мужчина? Вот кому? Вот мужчина, вам нужен мужчина? Видите? Никому не нужен мужчина Бабушка мне «Ирочка, поверь моему опыту, мужчина нужен» И знаете что? Я не верю Потому что точно так же она говорила про сервиз рыбки Мне кажется, с дедушкой случилась приблизительно такая же история, что с этим сервизом Ей вот торжественно вручили на свадьбу А в следующий раз он пригодился уже на мамину свадьбу Когда кому-то надо было держать открытку, пока бабушка стих читает Вот раньше мужчина нужен был для того, чтобы выживать А для этого надо было что-то убить огромное такое с зубами Женщина не хотела этого делать, потому что женщина умная А она себе заняла мужчину Вручила ему палку и сказала «Поди убей вон того мамонта» Мужик такой «Палкой? Серьезно?» Она говорит «Да, палкой, но ты же сильный, ты же добытчик» Тут главное правильно замотивировать Я уверена, что когда мужчина вернулся в пещеру с этим убитым мамонтом Больше всех офигела женщина Типа «Ты что, блин, выжил, что ли?» Но это все было раньше А сегодня мужчина, он как санаторий в Трусковце Вот вроде бы и нужен для здоровья, да? Но вполне можно обойтись и без него Ну реально, сегодня замуж вообще не обязательно выходить Разве что тебе очень понравилась чья-то фамилия Вот вы мне сейчас скажете Ну как бы женщины тоже не особо-то нужны Ведь есть посудомойка, стиралка, робот-пылесос Так вот заметьте Чтобы заменить нас, нужна куча бытовой техники Чтобы заменить вас, нужен кот Ну ладно, ладно, шучу Несколько котов Хотя с появлением приставок вот этих игровых И доставки еды Мы тоже вам не очень нужны Я когда-то встречалась с парнем Он настолько увлеченно играл в приставку Что когда к нему подошла, я такая ему «Женя, Женя» Он мне «Ух ты ж еблин!» Он реально забыл, что живет с девушкой А когда он не играл, он смотрел, как кто-то играет В интернетике То есть вам уже этого достаточно, да? Смотрите, как кто-то играет Смотрите, как кто-то занимается сексом Скоро дойдет до того, что будете смотреть, как кто-то ест И помрете с голоду, слушайте Ну на самом деле это все шуточки Конечно же, дорогие мужчины Нам без вас никак Вот вообще никак Тем более, что именно мужчины громче всех смеются И хлопают на концертах женского квартала И сегодня у вас есть Спасибо И сегодня у вас есть уникальная возможность, джентльмены Показать, как вы нам нужны Добро пожаловать в женский квартал! Это женский квартал! Многие думают, что эскорт и проституция — это одно и то же Ну, я так думаю, что А это неправда, Саш Эскорт означает сопровождение, составить компанию Ты матери своей-то скажи, компания Ну, серьезно, Саш, это разные вещи А ты знаешь, что в эскорте работают и мужчины И эта услуга пользуется большой популярностью Не выдумай Может быть такое, я тебе серьезно говорю Итак, представьте, одинокая женщина 8 марта впервые заказала себе эскортника Ой, так, ну где он ходит-то, а? Да-да, входите открыто Здравствуйте Здравствуйте Мужчина, а я еду не заказывала, спасибо Я тут человечка жду, вы что-то перепутали Все правильно, я не по этой работе, я по другой Эскорт заказывали? Ну, заказывала Ну, разрешите представиться, Геннадий Пух, говорю, Геннадий Это я там Геннадий А тут Рафаэль Разуваться? Не, не, не надо разуваться Жилетов тогда сниму? Нет, ну, я сниму А вы что тут, класс как зовут? Ну, меня Настя зовут Анастасия Так это вы хотели провести незабываемый вечер с умным, сексуальным, харизматичным мужчиной? Ну, хотела Заходим все трое! Прикол! Вы же в интересах указывали чувство юмора Это получается, это вы в эскорте работаете? Ну да, еще не так Боже мой, простите, пожалуйста Это, я, наверное, что-то перепутала Ну, я, знаете, первый раз заказываю Извините, да, вы можете уходить Я тоже первый раз Да? Да, я вообще в списке 158 был там Думал, до меня очередь не дойдет Чисто, чисто трудовуху на офис зовешь, чтоб штаж капал там А на 8 марта, э, ну как? Бунч! Или что-то не так? Ну, как вам сказать? Ну, знаете, ну, как бы Я, наверное, все-таки откажусь от услуг Спасибо большое, вы можете уходить Не понял Ну, понимаете, я заказывала мужчину, похожего на испанца А не вызывающего испанский стыд О, ну вы тоже не Анжелина Джоли Так вы еще и хам получается, да? А знаете, что я вам скажу? Уже сама Анжелина Джоли Не Анжелина Джоли Спасибо, до свидания Это да Время не щадить никого Ни нас с вами, ни звезд голливудских Чего? Ну, вы в интересах философии указывали, пожалуйста Так, знаете, что вы? Шопенгауэр из доставки У меня к вам тоже философский вопрос Почему я заказывала одного мужчину А приехал Лой-Лы Вот это вот вы На сайте была не ваша фотография На сайте была моя фотография Вы что, издеваетесь надо мной? На сайте не ваша фотография Это моя фотография На ней не вы На ней не я, но фотография моя Вы что, издеваетесь? Ну, было четко указано При заказе эскорта услуги Выберите мужчину на фотографии Так Ну? Что? А, так это проверка роботов или нет Вы выбрали и все Прошли проверку Там же еще заявку оформить анкету Да, да, я заполняла анкету Я писала, что мне нужен мужчина до 25 лет Метр восемьдесят ростом Спортивного телосложения По знаку зодиака Скорпион О, вот он я, Скорпион А рост, сложение тела Там, вот это все, оно Жизни приходящие И уходящие Опять философия, пожалуйста Да прекратите, пожалуйста Что случилось? Вы меня пугаете Я вас пугаю? Да Так, может выключим свет? Не надо Мне спокойнее, когда я вижу, где конкретно вы находитесь Ну, давайте при свете, хорошо У меня вопросы с к вам имеются, мадам У вас, так сказать, квартира Айкос Фрэнди? Допустим Тогда хорошо Пожалуйста, не надо снимать обувь Вы уже уходите, Гена, пожалуйста Это Не так себе я этот вечер представляла, конечно Может Винца? Ну, глядя на ваше вот это То, что у вас вот тут Я бы даже коньяку выпила Ай, момент Водочка есть Еще теплая Давайте О, это по-нашему Ну что Так сказать За знакомство С факерами А я так вижу чувство юмора вместе с философией Да, вы все правильно видите и понимаете О, а мы с вами уже и понимаем друг друга За это и выпьем За понимание Геннадий, а напомните, как там вас зовут? Рафаэль Рафаэль, да, да, точно Рафаэль Ну, у вас же там в эскорте чему-то учат Как-то Женщину развлекать И рассказывать какие-то интересные истории Да Естественно Ну Что-то рассказать, да Ну, что рассказать Тудем-сюдем Терем-перем Кажется, кто его знает, что будет, да Я пойду покурю Вы серьезно Вы даже о себе ничего не можете рассказать Ужас какой Чё-то не могу, могу рассказать Не можете Могу Тридцать лет Полудурок, как батя так говорит Вы такой нудный Я не знаю, давайте Давайте поговорим о чем-то другом О поэзии Вы поэзию любите? Да Поэзию люблю Вы серьезно? Угу Я просто обожаю поэзию А какой у вас любимый поэт? Фу, прям любимый Ну, прям, да Пушкин Пушкин? Вы серьезно? Я просто обожаю Пушкина Вы помните, как у него Цветок засохший, безуханный В забытой книге вижу я И вот уже мечтою странной Душа наполнилась моя Где цвел, когда, какой весною И долго цвел И сорван кем Чужой Знакомой ли Рукою И с ними Дядька Черномор Я так понимаю С поэзией у нас тоже Никак, да? Ну, может, и никак Но зато За нее выпить можно О, ну что У нас в работе вообще Че говорить? Нам слушать надо За вас Расскажите что-то Ну, что мне рассказать? Ну, меня Настя зовут О, вау Да Я работаю в магазинчике чая Ничего себе Да, я Два года назад Мы с мужем расстались Прикольно, прикольно А Реакция не та, да? Да вы шо? Расскажите о нем А шо он любил? Чем занимался? Что он любил? Ну, рыбалку На рыбалку ходил? А на кого? На кого? На окуня? На карасика ходил? Вы че, издеваетесь Надо мной или что? Я его извините Я понял Ужас какой Может на хищника? Щука? Сом? Да прекратите, пожалуйста Мы с ним расстались Он меня бросил Такая себе история, конечно И рассказчица вы, конечно Не ахти вообще Настюха, это шо получается? Можно на ты, да? Настюха, это шо получается? Что у тебя два года мужика не было? Какая вам вообще разница? Это не ваше дело И я надеюсь, ваш вот этот пакет услуг Не прям все входит Ммм, вы про пункт номер четыре? Про это самое? Про что про это самое? Ну, про то самое Я про секс Секс, я слово забыл, честное слово Просто у меня это уже восемь лет не было Ну-ка, это ж как на велосипеде научиться ездить Разок научился и всю жизнь Опа, 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 педалька пошла Гена, секса не будет Да? Угу Укажите, шо был, пожалуйста В смысле? Ну, плюсик поставьте Мы когда десять плюсиков собираем Нас по адресу на машине возят Я задолбался на этом велосипеде ездить Научился на свою голову Гена болит уже Боже, пожалуйста, прекратите Какой-то жалкий Я поставлю, хорошо Да? Да Так это шо получается? Что вы сейчас оргазм сымитировали? Фантастика Это очень смешно, Ген Ну, давайте Чем еще меня развлекать будете? Посмеемся, давайте, да Карточные фокусы интересуют? Пф, конечно Серьезно? Да Это я мастер Ничего, что у меня карты с голыми женщинами Без этой проблемы вообще Так, берем Запоминаем Угу У вас там брюнетка такая О Гена, вы че, блин, издеваетесь надо мной или что? Настюха Смотрю я на тебя Баба, ты же красивестная И деньги у тебя есть Мужика у тебя че нет? Ты шо, на голову иди? Бо-бо-бо-бо Все нормально у меня с головой Просто ну вот так вот, понимаете? Ну вот так Ну как-то по жизни не получилось Эй Сюда посмотри Вот что по жизни не получилось Давайте выпьем Выпьем? Давай выпьем Поехали Давай За нас О, горяченькая Доченька. О, хорошо, 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 пошла. Ой, 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 расслабила, расслабила. Да, хорошо, пошла. А что вы делаете? А что вы делаете, Гела? А что вы делаете? Что? А знаете, чего я хочу сейчас больше всего? Чего? Раков. В смысле, раков? Раков. Ручка, путь, путь. У вас кастрюля есть большая? Я думаю, что вы тут у меня будете раков варить или что? Ну нет, конечно. Не, у меня с собой есть. Еще тепленький. Ах, тут это надо. Какой прям вот, да? Ну как шумы? Не люди шумы? Господи, Боже мой, как много раков. Такая прелесть, но я даже это есть не умею. А я вас научу. Смотрите, хвостик отрываем. Жбонь. Это все чистим. Ага. Вот. Эту черную ниточку выбрасываем, и тут вся гадость. Ооо. Рак, они же падалью пытаются, поэтому там у них все мяско такое вкусное, сочное. Настя, а вы голову сосать будете? Ну, наверное, нет. Ну и зря. У них тут все самое вкусное. Они ж на зиму под панцирьком жирок собирают, и тут бомба просто. Я такой смешной. Я думала, таких мужчин уже не существует. Да ладно, нужно. Вот что, у вас кран течет? Ага. Что, протекает у вас? Да. Я думаю, что ремонты криворукие какие-то делали. Сейчас я все пойду и исправлю. Вы сможете? Это как в анекдоте. Что? Говорит, тебе кто ремонт делал? Говорит, узбеки. Ага. Говорит, а мне швейцарцы. Говорит, а что не узбеки? Говорит, узбеков дорого в Швейцарию везти? Ага. Гена, это очень смешно. Никогда не слышала этот анекдот. Рассказать. Не надо. Ну, я тогда краник починю. Так, инструмент, инструмент. Давайте, Геночка. Какая-то еще кто? Открыта. Анастасия. Да? Я прошу прощения за опоздание. В нашей эскорт-компании произошла накладка. Но я как только освободился, сразу к вам. Настя, там работы на полдня. Анастасия, у нас с вами работы на всю ночь. Так что давайте отпустим сантехника. Подождите, но это не сантехник. Это Рафаэль. И вообще он мне уже предоставляет услуги. Так что вы можете идти. Спасибо большое. Анастасия, я понимаю, что вы возмущены моим опозданием. Поэтому для вас сегодня четвертый пункт в подарок. Так что давайте отпустим Афоню обратно в ЖЭК. С вами все в порядке? Видите, ключ от женского сердечка. Он далеко не гаечный. Он вот в этих вот руках. Разрешите отрекомендоваться Антонио к вашим абсолютно любым услугам. Антонио, до свидания. Пардон. Мне что, тебе в рифму ответить или что? Я говорю, до свидания. Не, ну надо. Или мне тебе такой отзыв оставить, что ты на велосипед свой пересел или что? Не надо, не надо. Я все понял, все понял. Серега! Это же Антонио. Серега, ты на офис? Да. Закинь раков на оболоне. Это у меня тут работа на всю жизнь. Что ж, мы продолжаем. Ради интересных кадров в Инстаграм девушки способны на многое. Итак, представьте, контактный зоопарк. Что-то пошло не так. Оксана! Ты меня слышишь? Окса! Окса! Оксана! Отпусти я твой... Люди! Помогите кто-нибудь! Люди! Тихо! Тихо! Я попросил тихо! Нельзя кричать в зоопарке. Животные пугаются и плохо едят. С вас штраф 250 гривен. Знаете что? Ваши животные прекрасно едят. Вот, посмотрите. И что? Ваш питон сожрал мою подругу. Ого! С вас еще 300 гривен штрафа. За что? Запрещено кормить животных в зоопарке. Так вы что, не понимаете? Она там сейчас умрет. Что-то она умрет. Это ж питон, он не ядовитый. Это, если бы ее гадюка проглотила, или там кобра, тогда-да, тогда опасно. А если бы уж, тогда вообще безопасно получилось. Да какой уж? Время идет на секундочки. Давайте что-то делать уже. Это я как раз понимаю. Время идет на секундочки, километры на метрочки. А с питоном у меня такого понятия нет вообще. А как ты туда попала? Ой, да там такая история смешная была. Она за чего на шею повесила, ну, чтобы я сфотографировала. Я ее повернулась, фоткала, выставляю в Инстаграм, поворачиваюсь, а все уже он ее сожрал. Как дела? Что? Маску сними, я не понимаю ничего. Да какую маску? Я придумала. А давай возьмем топор, нож, разрежем этого питона и достанем ее, Оксаночка. Ты что, тю-тю-фа-фа? Это же питон, он в красную книгу занесен. Это если бы твою подругу съела там косуля или попугай. Сейчас бы сразу разрезали, достали бы твою Оксану, а так жизнь этого питона дороже, чем моя жизнь. Так директор этого парка говорит всегда. Ну, слушайте, ну вы же здесь работаете. Работаем. Ну что, вы не знаете, что делать в подобных ситуациях. Знаю, ждать. Ждать, пока переварится. Вот, например, овечка в питоне переваривается две недели. У нас как-то овечка пропала, а мы думали две недели, что у нас питон беременный. Оказалось, мальчик. Назвал его Петя. А почему Петя? Ну, Петон. Слушайте, сейчас посмотрим, что тут с вашей подругой. Смотрите, давайте. Ну, я моя. Такая попа аппетитная, слышишь? Так она хочет лапать мою подругу через питона. Так, значит, что делать? Есть идея? У меня в армии похожий случай был. Петон тоже съел девушку? Да. Только не питон, а я. А я не девушку, а тушенку. Тема такая, что если ваша подруга зашла туда естественным путем, то и выйти должна она естественным путем. Ты понимаешь, о чем я говорю? Так что, пожалуйста, давай, это все легко. Сейчас, что делать будем? Сейчас. Тихо. Делай тишину. В черном, черном городе, на черной, черной улице, жил черный, черный мальчик. А что вы делаете? Пугаю его. Я через эту страшилку в лагере обделал всю постель. Вот и уйдите отсюда. Оксана, ты меня слышишь? Как ты там моя девочка? Я знаю. Сейчас. Держи. Что вы делаете? Спасаю подругу. Она уже 10 минут без Айкоса. В зоопарке курить нельзя. Штраф. Она курит не в зоопарке, а в питоне. И вообще, помогите мне, пожалуйста, потому что, если вы нам не поможете, мы опоздаем на поезд в Кривой Рог. Вы из Кривого Рога? Я там служил. Историю про тушенку рассказать вам. Какая история про тушенку? Давайте что-то делать, и она там сейчас задохнется. Что задохнется? Если в Кривом Роге за 20 лет не задохнулась. Экология в питоне лучше, чем в Кривом. Да? Петя! Это он смеется. Я знаю, что делать. Чтобы достать вашу подругу из питона, надо думать, как питон. Я поел. Теперь надо поспать. Что вы делаете? Думаю, как питон. Так, если вы продолжите лежать, я накатаю на вас жалобу, и ваш зоопарк закроет за нарушение всех норм безопасности. Напугали, нас уже закрывали. И что? И закрыты мы сейчас. Короче, знаю, что делать. И что? Открывайте ему ротейры, я буду давить на живот. Сейчас ваша Оксана вылетит пулей. А, класс. Готовы? Да. Опа! Ну? Ничего. А сейчас? Ничего. Да я... Да он просто смеется над нами. Идет ваша подруга. Нет, я не вижу. Идет, идет. Да не вижу. Да идет ваша подруга. Не вижу. Он пришла. Нет. Он. Я не вижу. Кать, ну сколько можно тебя ждать? У нас же поезд на Кривой Рог, а? Оксана! Оксана, ты же не похожа, моя девочка. А я думала, ты давай. Ладно. Ой, молодой человек, спасибо, до свидания. Пока, охрана. Интересно, а кто в питоне? Леопард на месте. Горилла тоже. Шо, снова овечка? Аппетитная у тебя попа, овечка. Да, петюнь. Каждой женщине знакомо состояние, когда очень сильно хочется выговориться, но при этом, чтобы никто не перебивал. Наверное, именно в таком состоянии и придумали жанр стендап. Поэтому прямо сейчас на сцене женского квартала Лера Мандзюк, под ваши аплодисменты. Всем добрый вечер, всем привет. Как настроение, народ? Шо вы? У меня до вас сразу прохание. Поплутуйте, будь ласка, люди, кто любит писать коментарь в интернеті. А что так мало такую тактику, я звертаю увагу лишь на ті коментарі, які написані без помилок. А таких небагато, і вони позитивні. И вы знаете, я не согласна с двома претензиями коментарів особисто до меня. И перша претензия звучит так, цитую, это с кем надо переспать, чтобы туда попасть. И я думаю, переспать? Девчатка, вы так вірите в свои силы? И так не сумневаетесь в моих? У меня мама так не вірит. Просто согласиться, что для того, чтобы попасть куда-то через ліжко, как минимум нужно уметь там поводиться. И заслужить, так бы мовити. А ця история вообще не про меня. Я, знаете, стараюсь тут ни с кем не переспать, боюсь, чтобы не звольнили. Та и с кем? В квартале ж одни девчата. Тут есть пару парень, но пацаны на зарплате, они ничего не вирішают. И другой фактор, который буряет комментаторов, поляга в том, что я из села. Прикиньте, мол, я западенка, вот здесь вот мой діалект, людям не нравится, как я говорю. Вы думаете, я в захвате? Вы чуете пару минут, и у вас есть право выбора. Вы можете переключить и не слушать, а я и с этим живу. И таке прохание, а поаплодуйте, будь ласка, кто тоже родом из села. Есть такие люди? Вы, мужчины, вообще могли не плескать, по-моему, в принципе, витко. Могли. Але чули, как нас много, а это еще не все призналися. И смотрите, если в первом случае я могу себя оправдать, то что я родилась в селе, я уже не могу. И я часто встречаю фразу в коментарях, вы все ее хоть раз но чули, вы все ее добре знаете, она звучит так. Можно витягнуть людину из села, но село из люди никогда. И я полностью согласна, насправді так и есть. Спасибо. Так и есть. Но давайте подивимемся на это прислевье с другого боку. Не можно витягнуть село из люди. Но можно витягнуть людину села. Правильно? Вот чим я власне відрізняюся от тех людей, которые пишут эти комментарии. Правильно? Единое, что я могу сказать, это извините меня, пожалуйста, что я ходила в школу не по асфальту. Я больше так не буду. И вы знаете, я согласна, я могу зрозуміти людей из села, которые женуют на артистов из села. Но у меня претензия до людей из города, которые возмущаются на село. Потому что у меня до вас такой вопрос. Когда карантин начался, вы куда все поперлися? А я как раз наоборот, я из села переезжала в город, переезжала в Киев. Вот уже второй год я тут працюю. И вы знаете, у меня есть такое хобби, оно напевно связано с тем, что я из села. Я очень люблю коней. Я знаете, я когда чую песню «Ой, чей-то кинь стоит!» Думаю, где? Те кинь? У меня ж седло с собой, я ж на коньове сюда приехала, нет? Вы не знали? И я памятаю первый день, когда я пришла кататься на Киевский ипподром. Я приходу и питаю девчонку, сколько коштует занятие. Она отвечает 800 гривен година. И я «Если купите своего коня, будет дешевше». «Если купите своего коня, будет дешевше». Вот вы, мужчина, прикиньте, вы заходите в транспорт и говорите «8 гривен за проезд дорого». Вам кажут «Да, если купите свою маршрутку, будет дешевше». Дешевше, то есть даже не бесплатно. Я так прикинула и говорю «Слухайте, мне треба протягом десяти роков каждый недель ходить и кататься, чтобы просто отбить вартость коня». Она говорит «Да, если кинь не помре». «Так кинь может померть?» Я подумала «Ну, в таком случае уже лучше свою маршрутку». Правильно? И согласиться, чтобы сделать такую щедру покупку, это нужно быть або очень щедрым, очень много, або очень жадным. А я не про то, не про друге, я вообще небагата людина. Чтобы вы понимали, я когда пью вино дороже, чем за 200 гривен, меня обсыпает. Маю алергию на роскош. Хоча пропозиция вообще не про роскош. Это пропозиция экономить. Что с нами делает ее экономия, акции. Я бачила распродаж и там суть в том, что один ковер коштует тысячу гривен, но если вы купите четыре коври, пяти получите подарок, я подумала, вау, как круто, какая вигодна пропозиция, если ты Алладин. Алладин або моя мама. Одно из двух. Моя мама, знаете, не самая большая женщина из всех, кого я знаю. Но если мова идет о ковре и акции, скарби Эльдорадо, это маленькая копилочка, при ее заначке. Понимаете? Я, когда вижу ковер, у меня флешбек из детства. У нас дома ковре трех видов. Есть старые ковры, они простелены на подлозе. Вы знаете. Есть новые ковры, они где? Правильно, на стенах, конечно же. И есть очень новые ковры, они скручені. Они скручені на випадок, когда прийдут гости, нужно простелить верст старых. Знаете, такой круговорот коврив. И ну, это в нас нормально, у нас такий кодекс закарпаття, у нас такий менталитет. И я, честно, я очень люблю Закарпаття, я не стесняюсь, что я оттуда. Я не стесняюсь, мне очень нравится Закарпаття, за то, что и вам, туристам, все наши горы, полонины, наш колорит, мне все нравятся, но я не согласна с деякими факторами нашего менталитета. Я зараз наведу приклад, вы понимаете, про что я. Например, я не очень люблю ходить на каву в Закарпатті, потому что у нас там совсем другая культура. Вот что такое кава в Киеве? Это ложка кавы и 50 грамм капятку. Кава в Закарпатті это ложка кавы 50 грамм капятку плюс 2 бутилки закарпатского коньяка плюс бутиль вина минус 2 дня жизни. После кавы в Киеве мы можем пройти прогуляться, пройти ся. После кавы в Закарпатті нужно прокапаться. И я учусь не стесняться того, что я села, что я Закарпаття. Я навпаки буду еще раз про это шутить, буду вам про это рассказывать. И мне сейчас много людей говорят что это моя фишка. И я с ними согласна, но фишка не в диалекте. Фишка в том, что я свой минус могу преподнести вам как плюс. Чего и вам всем желаю. На этом у меня все. Дякую. это женский квартал. Здесь нету шуток. Спит на парадок. Помимо женского квартала мы с девочками ведем активную творческую жизнь. Кто-то играет в театре, кто-то снимается в сериалах, кто-то ведет программы на телевидении, а кто-то все это успешно совмещает. Ну не выйдем обо мне, ибо эту сцену я хочу уступить нашей Лалеко, которая за пределами женского квартала еще и очень, 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 очень крутая певица. Итак, встречайте бурными аплодисментами Лалеко со своим супер хитяо Fever. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Like a poison in my blood Moving slowly through my heart I feel as though I am addicted to you I just want you beep so much I just need to be your touch You give me a fever and I'll lose my mind Lose my mind Hands are falling in love again Just give me weeks I know you can So many times I promised not to be such a time to go But you'll tear my heart with smile and kiss And now the way for me is Live alone Live alone I wanna I wanna fly away for you Like a demon in the dark Like a poison in my blood Moving slowly Moving slowly You give me fever And I'll lose my mind And I'm falling in love again Hands are falling In love Hands are falling In love Hands are falling in love Yeah Just give me Wings I know you can You give me Lose my mind Lose my mind Hands are Hands are falling in love Hands are falling in love Yeah Just give me Wings and I'll You give me I wanna I wanna lose I wanna lose my mind In my In my In my In my Yeah It's a женский партнер Все мы знаем, что во время карантина ресторанам было запрещено работать. И все мы знаем, что они работали. Но только делали это скрытно. Случай в ресторане во время локдауна. Ты представляешь, да? Я не могу, это очень смешно. Здравствуйте, у нас забронирован столик на двоих. Тихо. За вами не было хвоста. Почему вы так тихо говорите? Карантин. Мы работаем тайно. Так что вы тоже говорите тише и соблюдайте все санитарные нормы. Секунду. Ну, раз вы все равно работаете Зачем соблюдать остальные правила? Ну, просто мы дали только половину взятки Так, короче Это вам переобувайтесь, пожалуйста Это зачем? Для тихой ходьбы Скажите, а зачем вам зонт? А, это для контроля социальной дистанции Такие правила Проходите, пожалуйста Хорошо Спасибо Ваше меню Дорогой Это очень странный ресторан Дистанция Ну, в принципе, я знаю, что я хочу Я тоже Да, официант 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 Пусто Отбивную Увы, нельзя, это слишком громко Стейк рибай Что? Стейк рибай Не слышу Стейк рибай Спагетти Стейк рибай А, стейк рыбы Извините, у нас рыбы нет, есть только стейк-ребай Да Отлично Вам что? Мне, пожалуйста Девушка Имейте совесть, нас закроют Мне, пожалуйста, устрицы Что? Мне, пожалуйста Девушка Мне вот это Извините, вы не могли бы прочитать, у меня очень плохое зрение Мне то же, что и ему К сожалению, у нас только один стейк-ребай Может быть, вам устрицы? Да-да, устрицы Что ж, стейк-ребай и сырная тарелка Что будете пить? Шампанское 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 Нет-нет-нет, шампанское нельзя, очень громко Хлопает Вино 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 можно, оно только Хорошо Любимая Давай расслабимся Давай расслабимся Я тебя люблю А я тебя Купите девушке цветы Я вас не слышу Купите девушке цветы Я вас не слышу Извините Я отсюда не вижу Пожалуйста, ваше вино Наконец-то Ти, девушка Да-да-да А можно, стеклянные стаканы? Молодой человек Вы будете чокаться Вас услышал А у нас особый случай Я понимаю Но мы стекло Ставим только на поминки Потому, что там не чокается judgment А давайте Как будто у нас поминки Давайте Спасибо Любимая, расслабься Вот видишь Спасибо Спасибо Сейчас вина выпьешь и расслабишься Наконец-то выбрались Давай Извините за задержку Вот ваш борщ И кутя Девушка, это зачем? Ну я же вижу стекло Царствие небесное Земля пухом Девушка Нас обслуживает другой официант Что? Ничего Еще раз соболезную Пожалуйста, ваш стейк Спасибо Я такой голодный Приятного аппетита Молодой человек Имейте совесть, нас закроют Что такое? Что там постучать? Как вам стейк? Очень вкусно Вкусно? Хорошего вечера Может музыка? Девушка Девушка Постойте Постойте Можно Какой-нибудь Можно? У нас особый случай Да-да-да Я сегодня хочу Сделать девушке предложение Можно Романтическую Какую-то Музычку Нет Нет Это очень громко Мы договоримся с вами Понимаете? Договоримся Я понимаю Понимаете? Если мы договоримся То в таком случае У нас есть Сексофонист Замечательно Но он будет играть Очень тихо Очень типа Па-пам Па-па-па-па Такое что-то Прекрасно Спасибо Коля! Добрый вечер Добрый вечер Здравствуйте Лерочка Мы с тобой знакомы Очень давно Я помню тот день Когда впервые тебя встретил Я засыпаюсь мыслями о тебе И просыпаюсь Выходи за меня Что? Я не слышу Можно потише? Лера Я помню тот день Когда впервые тебя встретил Я тоже помню Я засыпаюсь мыслью тебе И просыпаюсь И у меня один вопрос к тебе Скажи, пожалуйста Пожалуйста, ваша сырная тарелка Ты выйдешь за меня? Нет В смысле нет? Молодой человек В смысле не выйдешь Я не буду сырную тарелку Ай, фух Ты выйдешь за меня Девушка Радуйтесь, чуть потише Пожалуйста Я не придерживаюсь Русосшвесь Русосшвесь Поздравляю Спасибо Ромочка Это прекрасная новость И у меня для тебя тоже Прекрасная новость Я беременна Я не слышу Я беременна Как жаль, что ты отказалась Что? Официант, палку Иди сюда Дистанция Октябрьский, как настроение? Все супер Отлично Сейчас у вас настроение будет еще лучше Потому что Дорогие друзья Сейчас на этой сцене Примадонна украинской музыкальной индустрии Ирина Билык Я сегодня здесь С подружками Говорила о том Какое же это Наше счастье Ну какое оно Сейчас мы об этом Вам споем Было, прошло, уехало Села на поезд счастье Было, прошло, уехало И жизнь и любовь на части Снова мело, как осенью Листьями и ошибками Снова мело, как осенью Только словами Не говори, что слюбится Не говори, что стерпится Счастье идет по улице Счастье оно не делится Не говори, что слюбится Не говори, что стерпится Счастье идет по улице Счастье оно не делится На полчаса уехала Блудное мое счастье Было в сети и нет теперь Хоть разорвись на части Счастье с друзьями встретилось Так с ними насчастливилось Что не узнать теперь его Счастье аж в сопле счастливо Сел телефон, в метро не сел Булберт не вызывается Счастье мое невнятное Мне объяснить пытается Он говорит, ау-а-е И что не вызывается Счастье легло обутое И не мучит, не телится Счастье мое красивое Барберами пострижено Счастье мое смазливое Брючками чуть заужено Нет бы с друзьями встретилось А не пошло по шоппингам В сопле хоть раз бы напилось Хоть бы раз поскандалить там Нету ремонта в кухоньке Перегорела лампочка Счастье мое безрукое Но ведь такая лампочка Были бы ночи бурными С ним после дня скандального Счастье мое гламурное И метро-сексуальное Было прошло, уехала И говорю открыто вам Ох, дофига я видела Разного счастья этого Не обижайтесь, девочки На истину жестокую Вы уж поверьте, Ирочке Счастье приходит с опытом Вы мне, поверьте, слюбиться Все как-то притирается А если вдруг не слюбиться Счастье, оно ж меняется Вы мне, поверьте, слюбиться Все как-то притирается Вы уж поверьте, Ирочке Счастье, оно меняется Счастье, оно меняется Народная артистка Украины Ирина Пилык Здесь нету шуток Скин на парадон Это же зипотал Это же зипотал